Сегодня у нас 27 февраля 2015 год. Я еду опять к глазному доктору. Опять. Я как много раз говорила, accident deal 7. Если вы попали в аварию, сразу звоните своему адвокату. Это вот кругом и всюду, кругом и всюду. Это имеется ввиду, что бесплатный адвокат, то есть он будет работать за вас бесплатно. Вы ему платить ничего не будете, но когда он высудит определенную сумму денег, вы ему заплатите 33,3%. Это закон. 33,3%. Адвокаты не могут брать более 33,3%. Так что хороший закон, который ограничивает, чтобы вас не ободрали. Что это за машина такая красивая? Поехала. Это детский госпиталь. Вот этот госпиталь для женщин и детей, в котором я лежу. Бензин 2,39 сегодня уже. Я сейчас еду опять же в свою клинику в глазную. И вот сейчас с левой стороны будет вот этот шикарнейший госпиталь. С левой стороны это все госпитали, госпитали, госпитали. Я еду, 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 еду. Я еду, 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 еду. Вот он. Emergency room написано. Я еду, 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 еду. Еду, еду. Вот он шикарный, этот госпиталь. Круглый, стеклянный весь. И вот на крыше вот этого госпиталя есть площадка для холикоптера. Как сказать холикоптер? Господи боже мой. Как сказать холикоптер? Вертолетная площадка. В случае, когда случается какая-то авария, и вот человеку нужна срочная помощь, его вызывают в вертолет, и вот сюда, на крыше вот этого здания приземляется вертолет. У меня где-то было видео, когда вертолет приземлялся, много лет назад я снимала. Все, где мой поворотик? Вот это все, госпитали, госпитали, госпитали. Их тут тысячи. Не знаю, откуда берутся столько пациентов. Моя, 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 мой. Мой поворотик, мой поворотик, мой поворотик, тик-тик-тик-тик. Ничего не поняла, ничего не поняла. Каким чем-то желтым мне капали в глаза. Пошли мои глазки, глазки, глазки. Расширяются сухие. Это для сухих глаз. Капельки для сухих глаз. И штучки висят, это пожертвования по доллару. Собирают какие-то для чего-то. И так вот, что у меня глазками. Лотерс и флашес. Вот эти черные точки. Вот они, эти черные точки. Это отдельно от того, что у меня проблема с этим глазиком. Когда песня хороша, начиная сначала. Я уже громко рассказываю, потому что я сижу в своей машине. Доктор, сейчас скажу, как ее зовут. Доктор, вот она красавица-женщина. Ей она когда сказала, что 50 лет, я даже не поверила. Вот она красавица. Доктор Маргарет Полос. Она сама гречанка. Вот она мне дала бесплатные лекарства. Она говорит, у меня есть сэмпл. Сэмпл это, как бы сказать, ну понятное дело, что, ай, не могу сказать, экземпляр нет. И она мне сказала, что вот это поможет моим сухим глазам. Dry eye, это сухой глаз, когда слеза не выделяется. Так как у меня заблокирован слезный канал, у меня не выделяется слеза. И она мне дала еще вот таких вот тоже много-много всяких штучек. Разных-разных. Она говорит, вот эти штуки очень хорошо помогают использовать одну, два раза в день тяпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я об одной руке камера, а вторую руку я пытаюсь показать. Почему я все это показываю? Я показываю всю систему, как мне тут помогают, как пытаются разобраться с моей проблемой здесь в Америке. Я уже много раз говорила, откуда все, откуда очень-то многие растут. Почему все случилось? Я по глупости, наверное, но опять же не по глупости, любая женщина хочет быть молодой и красивой. И я не исключение. Я пошла, сделала себе операцию на глаза. Не на глаза, а убрала мешочки под глазами. То есть я делала себе операцию на коже. И получилось, что во время операции что-то случилось. Каким-то образом они мне, я не знаю уж как, но у меня оказался заблокированным слезный канал. Операция была 29 октября 2014 года. И вот уже 27 февраля 2015 год у меня все еще эта проблема. У меня слезного канала выделяется гной. Вот я уже сколько была у врачей, мне никто не может помочь. И что сейчас мне врач сказала? Вот это вот спасет меня от сухого глаза. Это оставляем в сторонке. Это клиника частная. Вот два собственника. Рамирес и здесь вторая. И они меня направили... Где у меня? Куда я это делала? Направление это? Господи. Они меня отправили к врачу, который делает операцию на глазах уже. Вот он будет мне прочищать мой слезный канал. Вот тут адрес. Вот тут карта. И у меня будет операция 3 марта 2015 года. Это так, на всякий случай. Опять же, вдруг у кого-то будет подобная ситуация. Ну вот и все, пошли лечиться. Вот она моя клиника Рамиры Сен-Паулос. Вот она. Все. Вот и все. Я хотела сказать самое главное. Когда у меня возникла эта проблема с глазами, я пришла к доктору и говорю, дело в том, что мне нужно идти к окулисту, но моя страховка хюмана, она не покрывает окулиста. Я говорю, что мне делать? В общем-то, была ваша вина, потому что у меня это возникло после операции. И он говорит, хорошо, вопросов нет. Я позвоню своей знакомой, вот этой Маргарет. Она его знакомая каким-то образом. Ну, они доктора, они как-то вместе вошкаются. И вот он позвонил ей. У меня сегодня второй прием был с ней абсолютно бесплатно. И она мне дает вот эти лекарства, опять же, абсолютно бесплатно, только с той целью, чтобы сохранить мои деньги. Так, будем говорить. А где они мне дали? Кучу, кучу прескрипшнс. Что-то я их предотвала. И вот она мне еще написала, вот еще кучу прескрипшнс. Но она сказала, это в том случае, если мне не помогут вот эти вот капли. Вот так вот. И теперь, вот это доктор Маргарет. Она отправила меня к доктору на операцию. Где-то, куда я так делаю эту штучку? Назар, Назарио, доктор Назарио на операцию. И она сказала, что... И когда мы стали разбираться с этим доктором Назарио, когда я говорю, сделайте мне больно, потому что так будет лучше. И она стала звонить доктору Назарио. Он опять спросил, какая у меня страховка. Я сказала, у меня страховка Хьюмана. Не она, а ее девочка, которая занимается звонками. И девочка спросила, какая у меня страховка. Я сказала, и она говорит, доктор Назарио не принимает эту страховку. Я говорю, я знаю, поэтому я сюда и пришла. В общем, она связалась с доктором, опять с этой Маргарет. Она сказала, что мне все это будут делать бесплатно, все эти операции. Так что спасибо этим докторам, конечно, громадное, что они так помогают. Ну, то есть я в подместку тем, кто иногда тут кидается камнями, что тут бесплатно ничего не получишь. Но если бы возникла такая ситуация, мой доктор позвонил этому доктору, какие там у них отношения, я уже не знаю. И вот они все кучи мне помогают, чтобы избавиться от этой проблемы. Потому что я пришла, сделала пластическую операцию за 2000 долларов. И если бы я сейчас ходила по вот этим всем врачам и платила бы за операцию, то мне вышло бы вовсю, наверное, десятку. Вот и все. Пожелаю сама себе удачи. На всякий случай еще раз информация. Тут буквально 5 капель было. Я закапала по 3 капельки в каждый глаз. И вот из чего оно состоит. Не вижу очках сейчас на мочке. Закапала глаза. Вот оно, что здесь внутри. И вот оно, химическая формула. Если кому-то интересно, опять-таки. Возможно, у меня смотрят врачи. Окулист тут. Просто если интересно кому-то знать, что это такое и с чем его едят. Вот и все. Поехали, поехали дальше. Погода сегодня пасмурная. Дождичек уже капает. Ну, тепленько на мочке. И вот еще поближе покажу. Вот эти вот капельки глазные тоже. Это такая маленькая бутылочка. Два раза в день капать. Вот она, опять же, химическая формула. И вот состав. Городу. Вот тут озеро. Там озеро. Вот прям по дороге еды. Тут же озеро. Куча этих озер. Кругом и всюду. И я облако жую. Прошу прощения. Самый центр города. Улица называется Люцерна. Еще одно озеро красиво еще. Ну и ладно, ну и лети. Ну и пожалуйста. Ну и ладно. Вот наше здание сюда. Самый гуманный суд в мире. Это из фильма. Ой, господи, как же фильм. Кавказская пленница. Самый гуманный суд в мире. Ай! Ай-яй-яй! Вот тут такие большие парковки рядом с судом. С той, с другой стороны. Ну, парковки, конечно, платные. Понятное дело. Это вот опять маленький Сайгон. Это 50-я трасса. Колониал Драйв. И вот тут кругом, кругом. Вьетнамский бизнес. Церковь такая интересная. Как-то я даже ни разу на нее никогда внимания не обращала, что же это такое. Красивущее. И вот тоже озеро. Громадное озеро. Вот в этом доме, под домом, большая парковка. Красивующее озеро. Солнца нет, и поэтому не так все и красиво. Но все равно, пальмочки, пальмочки. Итак, Китс Академия. Холлинс Иншуренс Агенси. Вот кто мог подумать, что я когда приехала, мне так было смешно видеть вот такие вот домики, вот такие вот домики. Избушки на курьих ножках. Вот такие вот. А оказывается, там адвокатская фирма или что-то еще. Вот сейчас Иншуренс. Иншуренс это страховая организация. Страховая компания какая-то. Красивые такие дома, выложены кирпичом. И вот пошла, вот уже написано. Вот она, массаж. Вот она, все вьетнамское. Капл массаж. Массаж для двоих, для семейной пары. 92 доллара. Вот опять Чайнис Медикал Центр. Акупунктура. Ну тут получается не только, не только Сайгон, не только Вьетнам. Тут и Китай, и Япония, и вот все, вот все, 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 вот. Все азиатское здесь. Вот они пошли. Дальше, дальше, дальше. И вот это вот довольно длительный такой промежуток. Orange Legal. Что-то новое построили. Айхо-престран, это, конечно, этот американский чисто. Но тут так чередуется. Но в основном, конечно, в основном бизнесы вот такие азиатские здесь. Ну, что ты такую большую тут едешь возле меня? Еще и скрипишь. Скрипушкин такой. Вот For Lease. For Lease, это по аренду. Available. То есть в наличии, имеется в наличии. И вот уже такие вот маленькие-маленькие. Вот они все. Law offices. Вот. Вот. Фирма юридическая. Такую малюпуськина. И вот. Вот это Америка. Вот это одноэтажная Америка. Сиэра-Невада. И вот сейчас у нас в Орландо мэр, наш мэр сказал, что вот он позволяет вот разрисовывать стены. Вот. Неделя была разрисовки стены. Вот как красиво разрисовали. Проезжай, 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 проезжай. И вот большие. Китайская, японская. Ну, дяденька, а если я тебя это... Ну, ладно, торопиться не буду. Вот Little Saigon ресторан написано. Так. Вот они все-все. Little Saigon, Little Saigon. Или Chinese. Chinese это Китай. China это Китай. Chinese это китайская. И вот опять пунктура, вид на мисс. Вот оно все. Вот так вот. Все. Хватит. Вот магазины доллар-3, где все за доллар. Они по всей Америке. Туда я, честно говоря, боюсь заходить. Я захожу, чтобы потратить доллар, и оставляю там 20, а то и 30 долларов. Потому что такие цены, конечно, смешные. И смотришь, что надо, и то надо, и то надо. Я туда просто уже не захожу. Потому что мне ничего не надо. У меня все. Теперь я в магазин на манбуке. В магазине книжном. Сейчас буду на второй этаж. Шикарный книжный магазин. Обожаю тут проводить время. И тут есть кафе. И тут есть кафе Starbucks Coffee. Вот там. Я сейчас возьму кофе. Наберу себе кучу журналов интересных. И буду кайфовать, смотреть последние моды, последний артворк. Поехали наверх. Watch your step. Watch your step. Watch your step. И вот тут отдельно музыка. Можно одевать наушники, прослушать каждый диск. Вот такой красивый мой магазинчик. И вот тут везде столы стоят. Можно садиться под соединение к интернету и заниматься. Тут студенты занимаются. Они студенты занимаются. И абсолютно все занимаются. Пошли. Куча мест, чтобы сесть, посидеть и покайфовать. Вот это кофейня в магазине Starbucks Coffee. Моя чашечка кофе до пиво эспрессо. Двойной эспрессо. Пахнет вообще потрясающе. И стаканчик воды холодной. И вот я взяла русский словарь. Потому что мне иногда какие-то слова надо переводить. И набрала вот кучу учебников. Не учебников, а книг по законодательству. Законодательство Флориды. Это закон для дами. Для, ну, для, как сказать, дами и дами, дами. И вот холла, это вот великолепная холла.ком. Там тоже все законы. И вот тоже пояснение к законам. И всякое разное. Мне очень надо много сегодня посмотреть. А потом расскажу, для чего я все это делаю. И вот я читаю по поводу страховки. Ты должен спать лучше, зная, что федеральный закон и большинство законов, стейт-законов, требуют, что частные и государственные госпитали лечат любого, с любой медицинской, любого человека с немедленной медицинской помощью, включая женщин, рожающих, вумен и вейбор, это рожающие, регардлес, несмотря на их способность заплатить. госпитали и частные доктора, кто не примет пациентов, которым нужна срочная помощь, могут быть осуждены и рискуют получить штраф от государства, быть судимыми и даже могут потерять их аккредитейшнс, и даже могут потерять их лицензию. И вот здесь же и написано, что вы можете обратиться в любой emergency room, в любом госпитале, и вас не имеют права не принять. Вас могут перенаправить в другую, в другую клинику, но это тоже неправильно. И тут говорится о том, что если вам не оказали помощь, потому что вы не можете за это заплатить. Например, частный госпиталь может не оказать вам помощь, если вы в ней действительно не нуждаетесь, если это нет первой необходимости. Если просто пришли провериться, вы могут отказать. Но если действительно какой-то случай, который может угрожать вашей жизни, они не имеют права отказать. И тут написано, что федеральный закон требует от практически всех госпиталей, которые получают гранты и лонс, это лонс, лонс, кредиты от государства, чтобы лечить любых пациентов, несмотря на их способность платить. То есть, кто может платить, и кто не может платить. лонс, это лонс, это лонс, и если вы хотите, это лонс, выгруппы,